Если в русском политическом спектакле в первом акте на сцене висит фашизм, то уже во втором акте за него проголосуют 82 процента населения. Но об этой невероятной реинкарнации, об удивительных приключениях фашизма в России и о его будущей судьбе мы еще поговорим. Сперва все-таки про газ. Сам Путин производит не так много газа, как думает Европа, которая говорит теперь газ Путина. Как и все люди в мире, в сутки Путин выделяет примерно 500 литров углекислого газа и пару-тройку литров газа кишечного. Физиология, обычная физиология. Большая часть производимых Путиным газов энергетически абсолютно бесполезна. Как и все остальные животные, Путин выделяет, конечно, и метан тоже. Но метана, который в силу его горючести можно было бы, наверное, рассматривать как деловой газ, метана ничтожное количество. Блюда из гороха или сильный метеоризм могли бы удвоить производительность президента, но даже и в этом случае суточных выделений Путина не хватит даже на 10 секунд горения зажигалки. Кремлевский маньяк в этом смысле совершенно бесплоден. Как бы он не похвалился своим собственным газом, как бы не шантажировал им мир, он все как всегда путает и перевирает. Тот газ, с помощью которого Путин хочет взять Европу за горло, не имеет к нему ни малейшего отношения. Все газовые месторождения России не являются частной собственностью. Ни его, ни его милого опричника Миллера по кличке Газпром и даже по законам Российской Федерации не могут использоваться так, как это делает Кремль. Будем надеяться, что по знаку судьи, поднимаясь со скамьи в Гааге или в Нюрнберге. Владимир Владимирович на вопрос, где вы взяли такую смешную армию и такой идиотский дворец, честно ответит, насосал. У нас так принято, насосал из скважин, из скважин Уренгоя, там заполярного Сахалина-3. Героическая Украина пока не заметила, что у нее образовался чрезвычайно мощный, практически всевластный союзник. Путин все-таки профнепригоден. Оказывается, он не знает и не понимает самых элементарных вещей. Он упорно продолжает пугать мир отключением газа, бредовыми расчетами в рублях и просто кривлянием. Но результатом постоянного примитивного и наивного газового шантажа будет не покорность планеты, а окончательное понимание того, что в столь важном вопросе необходимо раз и навсегда навести порядок. Мировой газовый рынок, вообще-то, чушь любых сентиментов, эмоций и морали. Ему, в принципе, неинтересны и безразличны и военные преступления России в Украине, и пытки в русских тюрьмах, и удивительное возрождение фашизм. Для этого рынка нет президентов, царей, нет злых и добрых, есть только торговцы газом и правила этой торговли. И этот рынок пометил уже Путина как партнера ненадежного, истеричного и нежелательного, как шулера и дурачка, от которого надо побыстрее избавляться. И он избавится от него. Сине Ира Эд Студио, да, без гнева и пристрастия. Этот приговор рыночный не подлежит обжалованию или пересмотру. Он страшнее, страшнее любой Гаги или Нюрнберга. Газовые выходки Путина привели только к тому, что включились холодные глубинные мировые механизмы, которые как муху давят любого зарвавшегося торговца газа. Так что, если его не опередит Украина, то рынок скоро-скоро повесят уже, сушится скальп кремлевского безумца у своего порога. Бывают президенты дураки, а бывают и просто введенные в заблуждение. Путин очень удачно олицетворяет одновременно как первую, так и вторую категорию. Он и не умен, и введен в заблуждение. Сейчас Путин наивно надеется расколоть Запад тем дискомфортом, который неизбежен при повышении цен. Это очень наивное убеждение, это колоссальная неопытность, это такая же глупость, как и уверенность в том, что Украина мгновенно сдастся и о том, что победоносный марш до Киева займет всего три дня. Если в России общественное мнение делают десяточек лицемерных дебилов, то Запад имеет могучую и реально свободную прессу, которая умеет формулировать смыслы. И она это делает, и сделает это, несомненно. Общественное мнение мира и Европы изготавливают профессионалы, а не кликуши, как в России. Русскими пропагандистами преимущественно рулят конспирология, вранье и соображение мелкого локейства. Западными журналистами рулит здравый смысл, наука, культура Европы и подлинная ненависть к диктатурам и войнам. Что будет в результате всей этой истории? Да, да, будет подорожание, оно будет, но те 30 евро, которые придется переплатить на заправки, и те 50, которые весьма неприятно кольнут западнику глаза из квитанции за отопление, мир быстро научится классифицировать не как дань Украине, а как плату за ликвидацию фашизма и устранение мировой угрозы в лице спятившего Путина и мирового очага нового фашизма. Мир, конечно, поворчит, но очень быстро сообразит, что цена совсем невысока, и примет эти правила игры, и каждый европейский обыватель, глядя на раздутые ценники, будет испытывать не злобу, а гордость за то, что и он тоже, чем может, вкладывается в победу над новым фашизмом. Мы имели возможность поизучать ин виву, то есть вживую церковное мракобесие, которое вот по щелчку российского фюрера примчалось в Россию 21 века из века 15-го. Теперь мы имеем возможность изучить реальный подлинный фашизм, механизмы его зарождения, распространения, его силу, его влияние. Сегодня, вцепившись в горло Украины и мира, Россия демонстрирует все внешние и внутренние симптомы фашизма. Вообще все. Не опознать его невозможно. Все от удушения прессы до массовых военных преступлений, от террора внутреннего до всех безумств. Сейчас 82% россиян в точности до мельчайших деталей, до всех нюансов повторяют поведение и фразеологию немцев 1935 года. Это невозможно не заметить. Становится понятно, какая потрясающе заразная штука фашизм. И как он легко переодевается в патриотизм, правдолюбие и национальную гордость. Как легко он овладевает человеком. От него не спасают ни респираторы, ни бессмертные полки. Фашизм оказывается заразнее и холеры, и проказы. Я знаю в прошлом весьма милых людей в России, которые не понимают, что у них уже фашизм. Что они уже заражены. И что риторика необходимости убивать соседей не имеет никакого другого объяснения, кроме обычного вульгарного фашизма. И что те безумцы, что сегодня бросили вызов режиму и бойни в Украине, тоже абсолютно повторяют старую риторику противников и ненавистников Гитлера. Разумеется, заваленная трупами Буча, маленький украинский городок, самым жутким образом войдет в историю этой войны. Зачем были убиты эти люди, непонятно. Девчонки, старички, трактористы, дворники, чиновники и учителя. Их расстреливали, связав им руки. Во дворах и на улицах, в канавах и на мостах. Российская пропаганда опять бессильно затянула привычную песню о фейках, которые сделала НАТО. Ну, как и в случае со сбитым Боингом, с Мариупольским роддомом, с театром и так далее. Конечно, права на окончательные выводы, права на окончательные выводы нет ни у кого. Это война, где фронт, где возможно все, где правду приходится выкапывать из развалин, где ее приходится кропотливо и долго добывать из кровяного и гнойного месива. Но российская пропаганда, говоря о фейке, забыла, что труп очень красноречивая штука. А в Буче уже работают криминалисты со всего мира, фиксируя причины смерти людей и время наступления этой смерти. Все трупы реальны. Более того, эти трупы мертвы. Никто из них не шевелится и не улыбается. Все местные опознанные жители. Это не мертвецы, свезенные черт знает откуда, чтобы скомпрометировать путинскую армию. Определить время наступления смерти сегодня можно абсолютно элементарно, с точностью примерно до часа. И у всех расстрелянных, раздавленных, сожженных обывателей Буче время наступления смерти совпадает с тем самым периодом, когда Буча находилась под российской оккупацией. Да, существуют штампы, стереотипы, роли. Нацисты – это самое мерзкое слово, самое мерзкое понятие. Задача любой идеологии – загнать противника в рамки этого или иного другого мерзкого определения. Лучше всего объявить противника нацистам. Вот кто на самом деле является нацистом, а кто нет, обывателю определить бывает порой очень сложно. Я попробую объяснить, почему не надо верить штампам. Смотрите, есть два существа. Одно носит крылья нимб и декларирует свою персону как олицетворение добра. У этого существа даже в паспорте написано, что оно ангел. Второе существо носит прицепленный к нему хвост и рога, а паспорт лишний раз показывать стесняется. Но наступает решительная минута. Начинается война, и с войной приходит тот самый момент истинный. Существо с крыльями, называющее себя ангелом, рвет детей, откусывает старикам головы и плюется ими с мерзким хохотом. Это существо грабит нищих, отбирая у них последнее. Этот ангел добра сжигает города и валит бедные домишки, больницы и театры. Его крылья в саже и дерьме. Нимб задрызган кровью. А существо, которому пропаганда прицепила рога, поставила в его паспорт штамп черт, глотая слезы и свою кровь, спасает детишек, вытаскивая их из развалин, которые наворотила сволочь с крыльями, отогревает, лечит, телом закрывает стариков и ежесекундно жертвует собой. Так кто же из них в реальности ангел, а кто черт? Тут-то и выясняется, что наличие крыльев, нимба и маркировки в паспорте не обозначают вообще ничего. Важны только поступки, которые единственные и помогают определить, кто есть кто. Такая же история с так называемыми нацистами в Украине и российскими освободителями, у которых в Буче, в Ирпене, в Мариуполе и Харькове отвалились уже их бутафорские крылья и нимба. Вот, пожалуй, и все на сегодня. Самое важное. Ну, разумеется, слава Украине! Живей Беларусь! Привет вам всем от шамана Саши Габышева. Подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал с синей галочкой. Я там пишу. Я понимаю, что по качеству картинки и съемки эти наповалы сильно уступают привычным. Но я сейчас, войдя в прямой конфликт с российским фашизмом, вынужден все делать без студии, без камер, без света и так далее. Я совершенно не собирался быть антифашистом-подпольщиком. И, как выяснилось, технически к этой странной роли был совсем не готов. Вот еще совершенно смешная вещь, ее, наверное, не стоит говорить, но это очень забавно, что первый, кто мне предложил приют и возможность снимать студию, был Доминиканский монастырь. Мне, великому атеисту, смешно.